Здравствуйте, уважаемые зрители Севастопольского телевидения! В эфире Площадь Нахимова, программа о людях и для людей. Меня зовут Макей Русинов. История защиты нашего Отечества – это фактически православная защита нашей Родины. Со времен крещения Руси благоверным князем Владимиром русские защищали прежде всего свою веру. То есть не просто красивейшие поля, леса, перелески, города и села и все остальное, а в первую очередь духовную самобытность. По мнению священников Русской Православной Церкви, если посмотреть на причины, почему против нас воюют, то станет ясно, чтобы разрушить наши духовные корни, уничтожить наши духовные ценности, наши храмы и монастыри. И каждая война с особой силой и значением это подтверждала. Когда уничтожались в первую очередь наши святыни. Если это так, то и защищаем мы прежде всего именно их. Церковь учит, что между Богом и дьяволом идет битва, а поле брани – сердце человека. Совсем недавно состоялось освящение Храма Победы, Храма Министерства обороны России, Храма Воскресения Христова в парке Патриот подмосковной Кубинки. Этот храм стал третьим по величине после Храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Создатели храма совместно с идеологами Министерства обороны вложили в элементы архитектуры и убранства много символов. Высота храма вместе с крестом по проекту составляет 96 метров. В 960 году родился святой равноапостольный великий князь Владимир, в честь которого будет освящен Нижний Храм. Купол храма представляет собой шлем святого благоверного князя Александра Невского с изображением на нем архангела Михаила, предводителя небесного воинства. Диаметр барабана главного купола составляет 19,45 метра, а диаметр самого купола 22,43 метра. В нем будет 8 окон. В этих цифрах зашифровано точное время подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты. 75 лет со дня победы символизирует 70-метровая высота звонницы, а 1418 дней и ночей Великой Отечественной отразились как в высоте малых куполов 14 метров 18 сантиметров, так и в длине мультимедийной галереи «Дорога памяти» на территории храмового комплекса 1418 шагов. Главный храм Вооруженных сил России был возведен на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Сумма пожертвований на строительство храма превысила 3 миллиарда рублей, а количество жертвователей – 80 тысяч человек. Владимир Путин перевел личные средства на создание иконы «Спаса нерукотворного». Это самый большой лик Христа в мире, площадь мозаики 300 квадратных метров. Конечно, здесь нельзя не упомянуть о том, что делаем много вещей впервые, и в части строительства, и в части архитектуры, и в части вообще создания таких объектов. Ступени мы взяли, траки от танков немецких, и там они в этих ступенях присутствуют в виде сплава, потому что мы считаем, что поднимаясь по ступеням этого храма, мы идем по оружию, поверженного врагам. Православие объединяет подчас даже людей самых разных национальностей. И вы знаете, что в паспорте подданного русской империи, российской империи, не было графа «Национальность», там была графа «Вероисповедания». Русская православная церковь сыграла уникальную роль в истории нашего народа и нашего государства. Ведь, по сути, с принятием восточного христианства, православия, начала создаваться русская нация как единая нация, и начала создаваться централизованное российское государство. По сути, в основе и русской нации, и российского государства централизованного лежат единые духовные ценности, которые объединяли вот эту всю большую европейскую территорию, на которой сегодня располагаются и Россия, и Украина, и Беларусь. Это единое наше духовное ценностное пространство нравственное, и это очень серьезный фактор объединения народа. И, конечно, и русская православная церковь в России, и русская православная церковь за рубежом не могли этого не чувствовать сердцем и сделали шаг навстречу другую руку. Наша задача, задача властей заключалась в том, только чтобы поддержать этот процесс. Самым ярким моментом, когда в новейшей истории России была продемонстрирована крепкая связь армии и православия, стал Парад Победы 2015 года. Тогда, перед тем, как выехать на Красную площадь, принять военный парад и начать объезд военных, министр обороны России, герой России, генерал армии Сергей Шойгу, перекрестился. До него этого не делал ни один министр обороны. Вот что об этом сказал клирик московского храма, святителя Николая Мерликийского в Хамовниках, Иерей Александр Шумский. Шойгу перекрестился и Обама обделался. Парад Победы, прошедший по всей России 9 мая 2015 года, показал всему миру, что Россия по-прежнему великая держава. И дело даже не в том, что на параде в Москве было продемонстрировано самое современное мощное вооружение, что само по себе впечатляет, конечно. Дело в глазах и выражениях лиц людей, солдат, офицеров и всех нас, замиранием сердца, созерцающих 9 мая 2015 года. После парада, который мы все смотрели в храме, мы с батюшками пошли погулять по праздничной Москве. И вот, скажу, хочу сказать, прожившиеся лет могу свидетельствовать, что я такого народного единения еще не видел и не ощущал. Совсем не было пьяных, орущих людей, хотя в этом году не было установлено ограничения по продаже спиртного. Мы стали свидетелями подлинного подъема русского духа. Было в людях какое-то удивительное сочетание внутренней тишины и благородного и сдержанного ликования. Особенно это проявилось в шествии бессмертного полка. В этом шествии участвовало более 500 тысяч человек. За год до парада, на котором впервые перекрестился министр обороны России, произошло еще одно событие, символизирующее подъем народного духа, русская весна. И место, в котором это произошло, совершенно не случайно. Именно в Крыму находится монастырь, посвященный покровителю русского воинства Георгию Победоносцу. В начале 19 века монастырь использовался в качестве места пребывания военного духовенства Черноморского флота и назывался флотским. Монастырь монастыря начинается с 980 года, в то время, когда греческий корабль с торговцами потерпел крушение возле наших берегов. И на скале явления, в котором мы знаем, где крест стоит, было видение вот икона Георгия Победоносца, где они молились ему, взывали о помощи. И явился он на коне и сказал, плывите сюда, это будет ваш фиолент, берег спасения. И они пристали и остались живы. И некоторые из них посетили свою жизнь Богу, благодаря его за то, что он их спас от такой смерти, от корабля крушения. Они оставались здесь в монастыре святого Георгия Победоносца в честь его явления. Называлась скала Явления, называется, напротив скала Крестовая. А здесь был воздвигнут храм святого Георгия Победоносца, наверху храм крестового сдвижения и колокольня с усыпальницами наместников, метрополитов первых. И также был, это уже позже, уже в наше время, воздвигнут крест странами Черноморского флота Российской Федерации подразделением, воздвигнут памятник Андрею Первозвану в виде его распятия на Андреевском кресте. Здесь с 1980 года до 1921 года, пока не начались коммунистические гонения, была беспрерывная молитва, был монастырь. Все эти годы существовал монастырь на этом побережье, всегда на южных берегах нашей, так сказать, большой Родины. И в 1921 году уже коммунисты пришли, здесь была школа Юнг, подготавливали в годы для школы НКВД, школы Юнг и прочие такие были заведения светские на этой территории. Храм был разрушен, все это было запущено. Но в 1992 году отец Августин покойный, которому было вручено восстановлено монастырей, поручено нашим управляющим митрополитом Лазарем, и он стал прикладывать усилия и возрождать тоже с помощью военных. Помогали возрождать часовню Иверской иконы Божьей Матери, они там нашли захоронение князя Голицына и восстановили часовню, храм этот. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть началась монастырская жизнь, пришли братья, начали опять возобновляться молитвы. Свято-Георгиевский монастырь был не только местом, где монахи смиренно несли монастырское послушание. Это была по сути школа капелланов, армейских священников. Уже когда был назван Балаклавский Георгиевский монастырь, он создавался для того, чтобы в нем служили иеромонахи. Иеромонахов готовили на суда Черноморского флота. И я знаю, я читала это письмо, держала в своих руках, в Государственном архиве города Севастополя имеется письмо Нахимова с перечислением всех погибших в Синопском сражении. Нахимов просил настоятеля монастыря отпеть всех по имени. Монастырь был первоклассный, все иеромонахи были приписаны к кораблям Черноморского флота. Все вперед боевых действий, какие-то компании военные уходили на кораблях в море, чтобы быть рядом с командами и их духовно окремлять и поддерживать. В этом монастыре оставались только пенсионеры преклонного возраста, священники, которые служили здесь и потихоньку молились. Наши братья из числа иеромонахов, которые участвовали в первой крымской кампании, в первой обороне, несколько человек были награждены орденом Святого Георгия Победоносца. На флоте должность капеллана была приравнена к заместителю командира полка или батальона. Священник был ответственным за воспитание рядовых солдат, матросов, офицеров и их семей. В его функции входило богослужение среди военнослужащих, контроль за их моральным состоянием, отпевание умерших и погибших. Кандидаты от священников отбирались среди магистров наук и по рекомендации епископа. Первый в Российской империи Всероссийский съезд военного и морского духовенства состоялся в Санкт-Петербурге с 1 по 11 июля 1914 года. В нем участвовали 49 капелланов, представлявших все 12 военных округов государства. На нем был определен круг обязанностей военного духовенства. Помимо непосредственно священнических задач, капелланам предписывалось оказывать помощь в перевязке ран, помогать при эвакуации убитых и раненых солдат, извещать родных и близких убитых воинов о смерти солдат, участвовать в организации обществ помощи инвалидам, а также заботиться об устройстве походных библиотек и воинских захоронений. Сейчас наша жизнь в монастыре, как и 100 лет назад, основанная жизнь монахов, богослужения, совершаем божественную литургию, вечернюю, утреннюю божественную литургию, молебны, крестим, отпеваем людей, которые покойнички уже привозят к нам. Ну, так вот и живем молитвой и верой, молимся о нашей стране. Вы сказали, что здесь всего 4 человека. Ну, сколько? Ну, 4 человека в сане священном. Два романаха, 3 радиакона. Остальные послушники, которые готовятся к принятию пострига. Почему не больше сане? Штат набран. Ага, то есть больше и не нужно? Ну, если будут люди, будут желания, будут рукополагаться, будут подстригаться, может и будет, но нету. Много званых, мало избранных, как говорит Господь в Евангелии. Есть-то есть, пока что так на этот момент. А Бог даст, будет и больше, и 100 человек, и 200, может и 300. Такая связь Свято-Георгиевского монастыря с армией не случайна. И это очевидно. Спасителя России и мира от фашизма звали Георгием. И человека, сыгравшего одну из ключевых ролей во второй обороне Севастополя, тоже звали Георгием. Георгий Александер командовал 30-й береговой батареей, бойцы которой, яростно сражаясь с фашистами, сорвали планы Манштейна взять Севастополь за считанные дни. Вот такая историческая, а лучше сказать, духовная преемственность очень четко прослеживается именно в Севастополе и именно на Фиоленте, на котором уже более 10 веков находится монастырь, посвященный Георгию Победоносцу. В 1891 году монастырь отмечал тысячелетие. И туда приезжало огромное количество приглашенных. И среди них был почетный гражданин города Севастополя Евгений Богданович. Там очень большая церемония была с размахом. То есть это показывает о том, как даже тогда, в 19 веке, относились к монастырю. В монастыре побывали видные деятели литературы, искусства, политические деятели. Ну, конечно же, среди них мы всегда упоминаем Александра Сергеевича Пушкина. 6 сентября 1820 года он посетил монастырь. И говорят, что стоял у развалин храма Дианы. Об этом мы читаем и в письме к Дельвигу. Он писал о том, что он обошел монастырь, он увидел развалин храма Дианы, он смотрел на море, он восхищался красотами Фиолента. Конечно же, все это мы должны помнить, сохранять и передавать нашу память, наши знания последующим поколениям. Георгиевский монастырь, то есть район мыса между мысом Фиолента и Горой Каябаши, уникальнейшее историческое место. В общем-то, сосредоточение нескольких эпох, начиная с Антики и заканчивая Великой Отечественной войной. Но если мы ближе будем говорить о Великой Отечественной войне, то в этом месте во время обороны находились наши госпитали. Немцы расстреляли, когда захватили в июне 42-го года многих. Немцы, когда отступали, у них был штаб одной из дивизий. И наши части, когда шли к мысу Херсонес, они отрезали эту часть. И вот эта вот группировка немцев во главе со штабными работниками и офицерами сдалась в последний момент. Уже когда мыс Херсонес был у нас в мае 44-го года, то есть 12-го мая и 12-го где-то мая, уже после мыса Херсонес, сдалась группировка вот в районе Георгиевского монастыря. Место очень интересное, очень привлекательное. Значит, много исторических могил там находится. Но не будем забывать, что там и, в общем-то, сам Георгиевский монастырь представляет определенную историческую ценность. Но и как памятное место гибели наших воинов, массовых захоронений, вот это нужно обязательно помнить. И вот этой памятной доски там и сейчас не хватает. Вот там должна появиться памятная доска с фамилиями, которые сейчас устанавливаются. Именно гибели наших раненых, тяжелораненых и вообще советских воинов, погибших в 42-м году. Как оказалось, многие туристы, приезжающие посмотреть на красоты Фиолента и искупаться в ласковом Черном море, удивляются, узнав о монастыре. Ну, как говорят святые отцы в своих писаниях, когда они писали, нам книги остались, монажеско-древних монахов, что не место спасает человека, а человек сам спасается на любом месте, было бы его только благое произволение. То есть люди не знают в своей духовной, может, кто-то неверующий, кто-то просто не обращает внимания, кто-то приехал с целью купаться в море. Но проходят мимо монастыря, может, кто-то увидят затронутым, божественно обладать их душой, они придут. И Даня приходит к нам на службу, некоторые остаются помолиться, некоторые знакомятся с историей монастыря, и становятся прихожанами, становятся верующими, едут к себе домой, рассказывают, что вот были, приехали на море, оказалось, что это монастырь. Но раньше этот пляж был, это монастырская пристань была, это частная собственность, там не было никаких пляжей. Пляж это впоследствии уже так оно и началось. Ну, есть как есть люди, ходят, купаются, проповедь, Евангелие для всех. Так стараемся помогать им духовно наставить, поправить это. Еще одна зримая связь Севастополя с военными традициями России проходит через адмирала Михаила Петровича Лазарева, чей скромный домик стоял чуть ниже монастыря по склону. В монастыре очень часто бывали наши военачальники. Вот, например, да, что даже существует домик Михаила Петровича Лазарева. Когда насущные дела и проблемы мешали ему принять какое-то очень важное решение, и об этом свидетельствуют архивные документы, он всегда уезжал в Георгиевский монастырь. Он закрывался в своем доме и думал, а вечерами он выходил на открытую площадку и смотрел на морд. В монастыре имеется священный источник святого Георгия Бобедоносца. Очень интересно, что он возник в 1846 году, и даже ни татары, ни османы его не разрушили. Они бережно относились к воде и к Георгию Победоносцу. Но я считаю, что это такой интересный факт. По домику Лазарева мы делали когда-то лет 20 с лишним назад несколько фильмов. Вот доставали документы, и на севастопольском телевидении впервые появились вот эти два небольших зарисовки. Это я вместе с Владимиром Губановым делал вот эту вот попытку восстановить домик, в смысле историю о домике Лазарева. Что это такое? То есть по некоторым документам, не очень хорошо сохранившимся, то есть в основном есть какие-то мелкие ссылки, большие догадки, что там Лазарев отдыхал, что там он проводил какие-то учения, или там шлюпочные учения, или смотрел за тем, как корабли флота парусного там маневрировали. Но это место у него было, как говорим сейчас, дача командующего Черноморским флотом. Вот это была дача, он там заряжался и там что-то делал. К сожалению, достоверных документов по этому месту не нашлось, но само место представляет историческую ценность. И, конечно, было бы очень полезно, если бы все-таки этот домик был восстановлен. Выходит, что Свято-Георгиевский монастырь, чья судьба в веках так тесно связана с Черноморским флотом, это по своей сути Южный Храм Победы, Храм Вооруженных Сил России. В Кубинке недавно открыли Центральный Храм, а здесь, в Севастополе, возрождающим институт флотских священников, его Южный Побратим. И как бы хотелось сейчас, чтобы вот эта традиция, чтобы на наших судах появились и романахи. Но это же целый институт, его надо готовить. И очень бы хорошо было, если бы эта традиция была возвращена. А это уже речь о превращении Свято-Георгиевского монастыря в Международный паломнический православный центр, в Музее истории христианства под открытым небом, в духовную столицу России. Как на эту идею смотрят сами монахи? Ну, а все Богу возможно. Мы будем стараться работать над восстановлением, трудиться, молиться. Господь думает, что милостью Божией пошлет людей, которые будут насельниками этого монастыря и служить здесь. Будем надеяться на милость Божию. Но это уже дело нечеловеческое, потому что есть вещи, которые все возможно Богу. Люди просто только прилагают свои силы и молятся. Господь уже направит и нам всем даст то, что мы хотим. Мы надеемся, что, конечно, чтобы он был и центром православия такой большой, как лавра такая будет. У нас есть уже в Бача-Сарая, как говорят, крымская лавра такая. Там вот они в скалах, в древних пещерах. А у нас будет как второй, третий Афон, например, такой тоже южный, как в Греции, тоже море. Будем молиться. Господь, думаю, в своей милостью Божию восстановит. Благодать от этого места не отходит уже 40 лет. И мы всегда здесь будем пребывать и молиться о здравии и спасении всех прославных христиан. Ну, имеется, конечно, имеется. Люди добровольно что-то жертвуют, помогают нам. Основом это связано с хозяйственной деятельностью. Да, люди нам помогают. И приезжал Владимир Владимирович Путин в прошлом году в Святый Климентовский-Кемранский монастырь. И там было собрание, постановление, посмотрели, что как перенести, что изменить, может где-то там завод перенести бетонный, который мешает, потому что там постоянно вибрирует пыль. И это скалу, коломит, она очень древняя, рушит. Бывают обвалы, каменные падения, камни падают сверху, что травмоопасно и не совсем, может быть, опасно даже для жизни тоже травмоопасно, потому что камни очень большие, очень тяжело летят с большой высоты. Ну, будем молиться и надеяться на милость Божию, что Господь с помощью боголюбивых наших благодетелей поможет нам через их добрые сердца, и мы будем восстанавливать дальнейшую нашу святую обитель. Второй Афон, если можно так назвать легендарный Свято-Георгиевский монастырь, действительно имеет все шансы превратиться при поддержке Черноморского флота и общества в крупнейший христианский центр на Черном море. И инфраструктурные возможности для этого есть. Территория бывшей учебной военной части составляет порядка 20 гектар. А что касается символизма, то на Фиоленте его предостаточно. В Царской России самыми почетными наградами были Георгиевские ордена и Георгиевские кресты. К слову сказать, мой прапрадед, в честь которого меня назвали, был полным Георгиевским кавалером. Во времена же Великой Отечественной войны за личные заслуги рядовые и старшины награждались Орденом Славы по своему статусу и цвету ленты, повторяющим дореволюционные Георгиевские кресты. Переоценить символическое значение Свято-Георгиевского монастыря для российской армии невозможно. Именно поэтому с инициативой о создании православного центра на земле монастыря севастопольские общественные деятели обратились к патриарху Кириллу. И как сказал отец Арсений, если стараться и трудиться, то Господь своей милостью поможет планам реализоваться. С вами был Макей Русинов. До встречи на площади Нахимова.